Ситуация на украинском топливном рынке остаётся напряжённой. В понедельник в Варшаве состоялся международный энергетический форум, на котором обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Украину. По результатам встречи было объявлено о достижении определённых договорённостей с Польшей, рассказывает столичный эксперт Сергей Куюн. «Необходимо понимать, что сама Польша является импортозависимой страной. Поэтому, конечно, любая страна будет в приоритетном порядке решать вопросы внутренние. Тем не менее, есть возможности для увеличения поставок и в Украину, в частности, с использованием польских портов, в частности, с использованием, возможно, ресурсов других стран, которые можно поставлять в Польшу. Польша, в свою очередь, будет поставлять в Украину». В обсуждении логистики доставок приняли участие и представители других европейских стран. Главный вопрос повестки дня – как более оперативно доставлять ресурсы в Украину. «Хорошо, что этот вопрос получил такой импульс. Я надеюсь, что всё-таки польское направление действительно пока что не работает и в половину своей мощности. Поэтому будем надеяться, что сейчас этот процесс пойдёт как-то быстрее». По прогнозам специалиста, некоторые улучшения на украинском топливном рынке можно будет наблюдать через 2-3 недели. «К сожалению, не приходится рассчитывать, что это будет быстро. Но я надеюсь, что хотя бы к концу месяца дефицит, его острота хотя бы немножко спадёт и будет уже ограничение не 10 литров, а хотя бы 20. Это уже, конечно, обстановку сменит более радикально». Что касается цен на топливо, их изменения полностью зависят от госаппарата, говорит Сергей Куюн. «Надо понимать, что у нас всё равно действует государственное регулирование. То есть цены регулируются государством. Недавно Кабинет Министров формулу расчёта этих цен усовершенствовал. Он внёс туда дополнительные логистические затраты. И в целом эта формула уже жизнеспособная. То есть несмотря на ограниченные цены, эта формула содержит в себе нормальные возможности для заработка. Наверное, не космического для розничных сетей, но сейчас об этом, наверное, не может быть и речи». Однако в условиях дефицита на рынке участили случаи мошенничества. Для его пресечения необходимо предпринять жёсткие меры, считает эксперт. «Единственное, что мы видим, массу нарушений, массу спекуляций, когда цены выставляют 55 гривен, 60, говорят, и по 70 гривен уже где-то продают. Я считаю, что это недоработка Кабинета Министров. И необходимо пресекать такие случаи, потому что, по сути, это порождает ещё большие спекуляции, когда все видят, что раз кому-то можно, значит, наверное, и мне тоже. Поэтому тут Кабинет Министра должен занять, на мой взгляд, жёсткую позицию, не допускать этого. И таким образом будет больше появляться ресурсов по регулируемой цене и, соответственно, будет снижение давления на те сети, которые сегодня по этим ценам продают». В условиях военного времени спекуляции на ценах на бензин наш собеседник приравнивает к мародёрству. Однако выражают надежду, что вскоре ситуация на топливном рынке выправится, а мошенники понесут заслуженное наказание.